Сегодня ряд СМИ сообщили о продолжении агрессивных действий украинских военнослужащих, проводивших многочисленные обстрелы населенных пунктов Тельмановского района в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. В результате этих действий были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры. Большое количество зданий, в том числе школа и больница, остались без электроэнергии. Также отмечается, что украинскими силовиками был захвачен населенный пункт Старомарьевка, в котором проживают не только граждане самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, но и граждане Российской Федерации. После этого украинские силовики начали незаконные обыски в домах граждан и задержания. Председатель Следственного комитета России поручил возбудить по данному факту уголовное дело. В рамках расследования Следственный комитет даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ об обстрелах на Донбассе и иных незаконных действиях в отношении граждан России. В соответствии с российским законодательством и нормами международного права, Следственный комитет России продолжит принимать все возможные усилия для установления обстоятельств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных украинскими силовиками на Донбассе против мирных граждан. Доказательства, собранные Следственным комитетом России, в будущем могут быть использованы в ходе судебных процессов по этим преступлениям.